Итак, мы продолжаем вести репортаж из Сергиева Посада, с фестиваля «Дзюдо Каскад приглашает друзей». Сегодня исполняется 30 лет клуба «Дзюдо Каскад». И здесь вот за моей спиной вы видите такой плакат, написано «Сумее». И давайте мы посмотрим, что это такое, потом подойдем к преподавателям и узнаем, что такое «Сумее», какая цель у этого искусства, какие задачи ставят у этого искусства. И вообще, расширим свой кругозор. Вот сейчас здесь идут занятия. Мастер-глаз. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья Шимкина. Я мастер Сугу-куба. Японское мое имя – Кёкуна. Я занимаюсь японской живописью, которую еще называют «Суми-э». «Суми-э» – это на японском что-то означает? Да, это живопись с тушью по бумаге. Бумага своеобразная, рисовая, очень тонкая и материалы достаточно капризные. Поэтому «Суми-э» – это такой способ выразить себя через процесс. Потому что нужно в определенный момент совпадать с этими материалами и добиться каких-то результатов определенных, чтобы тушь определенным образом себя проявила на бумаге. Скажите, как вообще давно существует это искусство? Это искусство очень древнее. И в Японию оно пришло из Китая, где давно существовала китайская живопись. Однако японская живопись имеет свои нюансы, имеет свои достаточно заметные качества, которые для любого японского мастера видны. Это более тонкая проработка, это более тонкие художественные выразительности. И на японской работе всегда очень деликатно проявляется цвет. Они, как правило, монохромные, эти работы, но иногда используются цвет. Скажите, какая вообще цель занятий тех, кто практикует это искусство, и какие задачи ставит перед собой практикующие? Я думаю, что как в любой восточной живописи или в любом восточном виде искусства, здесь важен не результат, а важен сам процесс. То есть это как до, да? Да, конечно, это путь, потому что это твой опыт, который ты выражаешь на бумаге. И твоей целью является не готовая работа, а те ощущения, которые ты испытываешь, когда пишешь эту работу, когда ты пытаешься себя выразить в этой работе. Скажите, а где, ну, фестиваль «Каскад» приглашает друзей, проходит Сергеем Пасаде, а где находится вот основной центр «Суме» в России? Где можно начать изучать это искусство? На самом деле в России очень много школ в Укугайе «Сумея». Конечно, основные преподаватели, которые занимаются этим видом живописи, находятся в Москве. Их можно легко найти, просто поискав, каким-то образом. Было бы желание. Было бы желание, да. И есть разные направления, разные тонкости, и каждый художник выражает себя по-своему. Но в целом это такая очень деликатная, изящная живопись. Ну и напоследок, что бы вы пожелали сегодняшним и будущим сумеистам и также вообще всем людям? Я желаю всем найти свое призвание и найти свой путь, и постараться сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас, и прожить этот момент по-настоящему, насладиться этим видом. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, вот вам передает привет еще один сумеист. Итак, мы посмотрели и узнали немного больше о суме, о этом древнем искусстве, которое имеет очень много интересных и взаимосвязанных нитей с тем искусством, которые изучают клубы дзюдо «Каскад». Спасибо. 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 Спасибо.